Двадцать шесть выпускников вошли торжественно в актовый зал школы номер 17. Для них сегодня самое теплое поздравление по желанию успешной сдачи экзаменов и дальнейшего поступления. Ваша главная сейчас задача сделать правильный ваш дальнейший выбор. «Одиннадцать лет» – это настоящий многосерийный фильм, где главные герои – дети. На этих кадрах самая малая часть того, что было снято за школьные годы. Основной у них в памяти. По многолетней традиции в день последнего звонка принято вспоминать о детстве, которое осталось в прошлом. О смешных моментах, которые запомнит школа. О первых неудачах, что помогут забыть родители. И научат, как их не повторять. «У меня сын. Пожелаю ему успешной сдачи экзаменов. Ничего не бояться. Я вместе с ним. Семья вместе. Школа вместе. Все мы вместе. Сила». «Реальные выпускники» – это фильм, где осуществляется самое заветное желание. Вот, к примеру, появление на сцене в мае Деда Мороза – это, кажется, нонсенс. Однако на последнем звонке можно все. Кстати, главный символ Нового года принес для ребят самые полезные подарки – шоколад. Скорые экзамены. Сладкое пригодится, быстро соображать. Вальс школьный, волшебный, нежный и такой романтичный. Отрепетированные движения в минуты волнения могут получиться неидеальными, но все-таки это очень трогательно. Подруга, учитель, наставник, мама. Многих этих ребят Лидия Шамра вела с пятого класса. Кого-то взяла после девятого. Но для всех она стала самой классной. «Они были трогательные, милые. Для меня самые замечательные, потому что я очень сильно полюбила этих детей, ну и пока не готова их отпускать». Взрослые, смелые, со своими идеями и мечтами. Гордость учителей и родителей. Они смело прошли испытания школой и готовы к взрослой жизни. Эти 11 лет были незабываемы. Запомнились они тем, что всегда было радостно приходить в школу на все мероприятия. Я сама закончила эту школу, закончила ее моя сестра, то есть это у нас уже династия, можно сказать. И мы обожаем это заведение, этих учителей. И ценим все то, что дала нам наша любимая школа. Учеба, друзья, весело в школе, иногда грустно в школе. Но в целом все замечательно. «У меня в планах поступление в институт, педагогический. В планах есть, возможно, вернуться в школу уже в качестве педагога. Этот фильм длиной в 11 лет для меня был жизнью, эмоциями, неким этапом, который я как раз-таки прошла, который научил меня многому». Звон колокольчика сегодня особенный, с нотками грусти, надежды, любви и прощания. Но печалиться сильно не стоит. Родная школа всегда ждет своих выпускников в гости или в качестве сотрудников. А значит, фильм не окончен. Продолжение следует. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.